СНИКЕРХЕД НА БЛОКЕ Кристиана была Nike Air Zoom Spiridon Получилась она как бы и очень и как бы не очень Кристиану в итоге сказали, что либо он делает Nike Air Max 97 супер успешными Либо Чао Бамбино На мой взгляд он справился на твердую пятерку Вдохновение для дизайна он черпал в своем хобби А именно в горных велосипедах Это отразилось на дизайне Также на дизайне нашлось место водной ряби Так как кроссовки беговые были еще добавлены светоотражающие элементы Ну а для силуэта и первого колорвея Кристиан нашел вдохновение в японских поездах серии Sinkansen Именно в честь них первый колорвей получил название Silver Bullet, серебряная пуля Как это ни странно, но в год выпуска данная модель не стала успешной И продавалась всего лишь полгода А затем вышли 98 Max Но в 98 году Air Max 97 внезапно переиздают в оригинальной расцветке И бонусом выкатывают еще патчу колорвеев А затем они появляются на показах сезонных коллекций Armani и Dolce & Gabbana Ну и соответственно кроссовкам приходит их заслуженный успех Колорвей посвященный Nintendo 64 вышел в 2019 году В упоминании самой приставки здесь естественно нет, но есть множество отсылок В глаза сразу бросается фирменный серый цвет контроллера А также красный, желтый, зеленый и синие цвета Которые тоже являются отсылкой к контроллеру, а точнее к его кнопкам Также компания Nintendo в этих же ярких цветах выпускала и сами геймпады А еще данные цвета отсылают нас к фирменным цветам логотипа Nintendo 64 Дальше, на язычке левого кроссовка на пике мы видим надпись reset, перезагрузка На язычке правого кроссовка надпись power, включить И даже на стельке дизайнеры сделали отсылку к виртуальному игровому миру Данное лого реализовано в стиле рейтинговой организации ESRB Entertainment Software Rating Board Это те ребята, которые присваивают рейтинг играм по сей день Бонусом к этому дизайнеры кузов кроссовка, а точнее вот эту вот нижнюю часть Осыпали орнаментом в виде символа play Ну и бонусом к этому они положили аж 5 пар шнурков Желтый, красный, синий, зеленый и серый Но есть и нюанс На первых фото, которые появились в интернете в 2019 году На заднике данной модели была надпись Air Max Вышитая шрифтом из брендбука Nintendo 64 Но в релиз это не поступило Непонятно почему, может быть просто Nintendo не разрешила использовать данный шрифт Но тогда непонятно, почему Nike не смогли использовать какой-то другой И надпись все-таки на заднике оставить А еще, это кстати не единственная спортивная фирма Которая сделала Colorway с отсылкой к Nintendo 64 Такую же историю провернули Reebok с моделью Aztek И вроде бы тоже в 2019 году Но как по мне у них получилось увы в разы хуже Но как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные У данной модели, на мой взгляд, стоит самый достойный баллон Из всех, которые когда-либо были в моделях Air Max Мидсоль тут сделана из обычного филона Подметка из резины, протектор обычный На мой взгляд беговой Про вариативность на ум сразу приходят такие модели как Vapor Max 97, Nike Air Max 97 Hyperfuse А также Nike Air Max Plus 97 сразу в двух версиях В одной версии мы видим верх от 97-х А во второй версии мы видим баллон от 97-х Об одной из этих версий гибридов я расскажу в одном из своих следующих выпусков Модель удобная, амортизация великолепная Размер подходит один к одному Для широкой стопы кроссовки также подходят Нигде не давят, нигде не жмят Но есть и сложности, а именно с вентиляцией Она тут, ну мягко говоря, не очень Но этот минус меркнет на фоне дизайна кроссовок и других преимуществ Ребят, на этом выпуск подошел к концу Подписываемся на канал, ставим лайки, делаем репосты И ждем следующий выпуск, который выйдет ровно через неделю Всем пока!